Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, то проходите по ссылке в описании, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Если вы меня смотрите в прямом эфире, если вы меня видите и слышите, то напишите, пожалуйста, в чате, что вы меня видите и слышите. Мы возвращаемся после праздников. У нас было занятие 10 числа, совмещенное с самодисциплиной. Ну, сейчас мы уже полноценно возвращаемся, и снова у нас начинается занятие «Года денег». Значит, смотрите, давайте... Сегодня сложное будет занятие. Сложное почему? И сама по себе тема достаточно сложная. И я буду говорить вещи какие-то по поводу нее, которые, возможно, будут вызывать у вас, ну, некое внутреннее сопротивление. Но деваться некуда. И плюс она довольно большая по объему. То есть я надеюсь, конечно, что я часа в полтора уложусь, но посмотрим, как пойдет. Потому что прям действительно много-много аспектов нужно этой темы рассказать. И для того, чтобы работать, нам понадобится листочек бумаги и ручка. Я попрошу вас сейчас кое-какой список составить. И возьмите листочек бумаги и ручку, и когда это сделаете, напишите в чате «Полюсик». Я думаю, что это не так сложно добыть. Полагаю, что в том месте, где вы сидите, какой-нибудь листочек бумажки и ручка есть. У меня продолжается, продолжается какой-то отчаянный бронхит, но как-нибудь надеюсь. Значит, смотрите, давайте, друзья, я пока вы берете, пока организация идет, и я расскажу, что у нас дальше будет с вами происходить. Я посмотрел сегодня календарь, значит, смотрите, следующие 7 недель, включая сегодняшние занятия, 7 занятий, включая сегодняшние, вернее, 6 недель, мы идем по обычному графику. Точно так же, в понедельник занятия и в прямом эфире, да, и делаем домашку. После этого, значит, смотрите, 1 числа, 1 февраля начнется набор на ВП «Деньги». Он будет продолжаться месяц, для того, чтобы все успели. И в марте мы с вами на месяц уйдем в автономное плавание под воду, мы с вами уйдем на ВП «Деньги», волшебный пендель «Деньги». Там будут ежедневные уроки короткие в записи и еженедельные вебинары в конце недели. Это так, это изначально так задумано, да, то есть мы ведем с вами год денег, и потом мы на месяц погружаемся в закрытую, в закрытую пространство. Там будет просто ряд тем, которые я не готов, не готов давать в прямом эфире. Это платный курс, тоже я вас об этом предупреждал вначале, но он недорогой, он стоит там 9500 или 9900, я сейчас уже не помню, надо посмотреть. Ну, 10 тысяч рублей. И я исхожу из того, что если вы находитесь на курсе по теме денег, да, и если вы сколько месяцев, 5 месяцев спустя не в состоянии заплатить 10 тысяч рублей, то, наверное, или вы занимаетесь чем-то не тем, да, или вам вообще не надо здесь находиться. Да, значит, не в коня корм. Вот, то есть я исхожу из того, что, ну, каждый из вас в состоянии 10 тысяч рублей заплатить. А, соответственно, кто не сделает этого, ну, тот отсеется. Это тоже нормально. 9, сейчас не помню, честно, надо посмотреть, сколько там я ставил. Большого значения это не иметь, честно говоря. Я считаю, что для нас с вами, да, 10 тысяч рублей – это такая пофиг цена. Тем более за месячный курс, да, вот. И это скорее не такое, а, Молчанов решил монетизировать там свой бесплатный тренинг. А, вот-вот, начались, наконец-то, продажи, да, вот. Это все не так работает. Поверьте мне, если бы я хотел заработать, сделал бы это, ну, более каким-то простым способом, да. Это, во-первых, фильтр, да, то есть должны отсеяться те люди, которые не хотят получить результаты, вот. А если вы не вкладываетесь, если вы не готовы платить, да, для того, чтобы продавать, нужно покупать. Вот, и если вы не рефлексируете сознательно, не делаете покупок, то вы, соответственно, и продавать тоже, кто у вас что купит, если вы не умеете покупать. Вот, поэтому этому тоже мы будем учиться. Вот я вас заранее предупреждаю за 7 месяцев, за 7 недель, вернее, за 6 недель, поэтому, если вдруг для вас это большая сумма, да, то начинайте по 1200 рублей откладывать, чтобы туда попасть. Хорошо, идем дальше. Составьте, пожалуйста, список из 10 человек, с которыми вы общаетесь чаще всего. Причем в этот список, да, нам сейчас надо именно, вот пока никак не рефлексируем по этому поводу, да, то есть те люди, которых вы видите чаще всего и больше всего времени с ними проводите. Это может быть семья, это могут быть друзья, это могут быть коллеги, это могут быть герои и авторы книг, которые вы читаете, да, например, если вы с утра до вечера ходите с Томиком Толстого, да, и больше никого не видите, то, наверное, вы в основном общаетесь с Толстым, он должен быть в этом списке. Если вы с утра до вечера смотрите какой-нибудь сериал, в котором, да, и больше с героями сериалов проводите время чем-то там, с кем бы то ни было, да, то, значит, этого человека включайте в список героя сериала. Если, например, вы вообще сидите где-то в лесу и ваше единственное общение это в понедельник появляюсь я в вашем мире и в течение полутора часов что-то рассказываю, да, значит, меня включите в этот список, да, то есть нас интересует объем общения, да, то есть время, в течение которого вы общаетесь с человеком. Вот 10 людей, 10 человек виртуальных, живых, выдуманных, если вы с Господом общаетесь, да, каждый день по 2 часа в молитве проводите, да, соответственно, значит, его включаете в этот список. Пишем список из 10 человек. Когда закончите, напишите в чате написал или написала. Так, в апреле год денег продолжится в нынешнем формате или уже все, полная семена формата. Пока думаю, потому что есть два варианта и они для меня пока я смотрю и на ваши результаты и смотрю на свои ощущения, да, то есть у меня с одной стороны я готов и у меня есть план, есть список тем, да, то, что в формате, что называется, монолога, да, и я буду смотреть просто на ваши результаты, да, но и с другой стороны есть такой вариант, и я тоже его рассматриваю, что я буду приглашать экспертов каких-то. То есть он продолжится, да, он продолжится до июня. Опять же, у меня есть список тем, которые я хочу рассказать, и там есть вот тренинг, понимаете, тренинг живой, да, и он тоже живет и развивается, и я тоже к своим ощущениям прислушиваюсь. Например, там, скажем, инвестиции, да, обязательно будет тема инвестиций, и я могу сам дать эту тему рассказать что-то, и мне есть что сказать, а и в то же время, допустим, лично мне было бы интересно пригласить какого-нибудь эксперта, интересно, там, Лену Красавину, например, пригласить и задать ей какие-то вопросы. Я думаю, что это тоже было бы не бесполезно. Вот. Есть такой вариант. Есть вообще гибридный вариант, я тоже об этом думал, что, например, продолжать вебинары по понедельникам, но, например, дополнительно еще, там, в пятницу или в субботу приглашать эксперта какого-нибудь, потому что, там, ну, скажем, не знаю, Макса Темченко вытащить, Диму Богданова, да, то есть есть огромное количество людей, которые, там, Дима Богданов, например, в теме самодисциплины финансовой явно больше меня волокет. Вот. Ну и опять же, есть самому что сказать и есть о чем спросить. То есть пока думай, как это лучше сделать. То есть, естественно, мы продолжаем работать и скорее у меня, скажем так, больше возможностей и больше материала, чем, скажем так, возможности провести занятия. Так, есть, написали. Теперь, посмотрите. Да, написали, есть. Вопрос. Посмотрите на этот список людей и спросите себя вот то, что вы хотели бы получить от жизни. Например, не знаю, ну, если вы творческий человек, да, чего вы хотите? Вы хотите творческой самореализации, да, вы хотите известности, вы хотите признания. Коль скоро мы с вами находимся на годе денег, да, мы хотим денег, естественно. Да, мы хотим здоровье физическое, да, мы хотим счастье человеческое, да, осознанность, жизнь в осознанности. Вот вопрос. У этих людей, с которыми вы общаетесь, плюс-минус, есть то, что вы хотите себе? Пока такая предварительная оценка, да, то есть мы не будем так сейчас считать. Ага, вот у этих шести есть, а вот это, да, то есть не надо составлять сложную таблицу. Просто вот смотрите и впечатление. Да, вот есть у них, вы бы хотели жить так, как живут вот эти люди? Вот если бы у вас было то, что есть у этих людей, вы бы окей с этим или нет? А Макс пойдет? Макс был уже, Тимченко был уже у меня и, в общем, мы отлично, отлично пообщались с ним. Поэтому, если я говорю кого-то, да, если я называю кого-то, то значит, я имею некую степень вероятности того, что этот человек придет и мы пообщаемся. Например, Ласло Габани можно было бы позвать по созданию сообществ, да, то есть, ну вот есть там, есть темы, есть эксперты, и с которыми именно вот на тему денег мне хотелось бы пообщаться. Вот, поэтому я пока думаю, как это все утоптать, да, то есть, у нас в любом случае остается там что-то около 25 занятий, да, и вот как вот все то, что я хочу, как это все уложить, мне не так все просто. И не важно то, что это бесплатный тренинг, да, то есть, я же и для себя хочу тоже какой-то результат получить, не только для вас. Так, скорее нет, не а, не хочу, не у всех, но у большинства. Веду такой список со времен магии, только с половиной, 5 из 10, 50 на 50, 4 из 10. А если у выдуманных, выдуманных героев книг есть, это считается? Ну, конечно же, конечно же, когда вы читаете какую-то книгу про какого-то автора, вы его, так или иначе, вы его на себя надеваете. Он все равно на вас влияет, и очень сильно. Герои фильмов очень сильно на нас влияют. Просто в силу зеркальных нейронов, да, мы начинаем этих людей моделировать. Наши кумиры, актеры, певцы, там, и так далее, и так далее. Мы их очень сильно моделируем. Так, у большинства есть, хорошо. Вот смотрите, если у них это есть, то это неизбежно будет и у вас, несмотря на все ваши усилия. Да, то есть даже, то есть, если у них вот все это есть, а вы ничего не будете, никаких усилий не будете предпринимать, чтобы это у вас было. У вас это будет. А если у них этого нет, то у вас этого тоже не будет. Вот смотрите, я вам задам такой вопрос. Кем бы вы предпочли быть? Лучшим учеником в слабом классе или самым слабым учеником в классе гений? Вот где бы вы хотели оказаться? Или вариант. У вас самый дорогой, самый крутой дом, но в отстойном районе? Или у вас самый дешевый, самый маленький, самый отстойный дом, но в самом мощном, дорогом районе? Вот где бы вы хотели? Ну, конечно, да, слабому гению. Да, потому что если вас окружают гений, а вы слабый, да, вы так или иначе будете за ним тянуться, за ними тянуться. Да, если у вас будет отстойный дом в крутом районе, он у вас неизбежно будет, вы будете ходить, оглядываться на другие дома, и тут подкрасили, там подмалевали, да, и он у вас постепенно будет становиться лучше, лучше, лучше и лучше. Да, вы будете его подтягивать. Вот, но очень часто люди делают именно так, да, то есть они стараются вокруг себя создать класс отстающих для того, чтобы среди них блистать, вместо того, чтобы окружить себя гениями и за ними тянуться. И важно понимать одну вещь ключевую, что устойчивый рост происходит только за счет окружения. Да, и если вы выскочили наверх в результатах каких-то, да, за счет чего-то, сходили на тренинг на какой-то, там, инсайт у вас какой-то произошел, и вы там сделали, напряглись и сделали какое-то мощное действие. И получили неожиданно большие для себя результаты, да, и вы после этого неизбежно откатываетесь. А не откатиться назад можно только за счет нового окружения, сменив окружение. Да, а если вы выскакиваете на другой уровень, вообще вы всегда откатываетесь назад, если не меняете окружение. У меня такое происходило несколько раз, когда я полностью выходил из одного окружения, да, то есть когда я из Сямжи переехал в Вологду, да, когда из Вологды в Москву переехал. Но самое интересное, что внутри нового города, да, то есть когда я переезжал, допустим, из Сямжи в Вологду, я это очень четко заметил и отрефлексировал. Я, переехав в Вологду, оказался на самом дне, то есть я жил на окраине, в общаге на окраине, меня реально окружали убийцы, бандиты и убийцы, да, то есть очень такое, вот просто это дно, абсолютное дно. Вот, и за 10 лет я дошел до элиты-элит, то есть я женился на дочери актеров местного драмтеатра, работал главным редактором в самой популярной газете, да, у меня там губернатор был на прямой связи. Представитель президента занимался тем, что устраивал мою дочку в детский садик, да, то есть вот путь был, окружение внутри самого вот этого комьюнити, да, тоже был пройден определенный путь. Вот, и проблема в том, что очень часто, да, и вот, кстати говоря, тоже, когда я только в Вологду приехал, да, мне казалось, что Вологд это огромный город, он действительно тогда был очень неплохой и крутой и интересный, да, но потом, через какое-то время я почувствовал, что я ускорил, то есть мое ускорение происходило и развитие быстрее, чем ускорение развития моего окружения. И для меня, как бы, таким знаком стало то, что мы делали, я все время придумывал какие-то проекты, движуху все время какую-то организовывал, как и вот здесь сейчас, и мы сидели на студии русского радио Вологда в выходной день и записывали какие-то песни наши, вот. И там парень, звукач, который там за пиво нам помогал это все записывать, и он сказал такую вещь, ребята, я не понимаю, зачем вы все это делаете, кому это все надо, кто это все будет слушать, давайте просто пиво попьем. Я так на него посмотрел, непонимающе, и подумал, блин, все, надо, короче, отсюда валить, здесь никому ничего не надо. Я хочу быть среди людей, которые не задают вопросов, зачем и что мы делаем, которые сразу же ввязываются в любые мои авантюры. Вот, и мы, был такой вот комок пассионарности, да, наша редакция газеты «Русский север», напротив меня сидела по диагонали Алена Владимирская, вот. Алену вы, думаю, что, скорее всего, знаете, да, она сейчас самый известный хедхантер в сия Руси, вот. И Алена тоже была такая мобильная, все время тоже выдумывала что-то. И вот мы уехали, не вместе уехали, да, но там разными путями, она там в Питер сначала, но потом уехала в Москву. И только здесь смогли, в конце концов, каким-то образом реализоваться. Проблема в том, что очень часто мы не можем вообще адекватно оценить наше окружение. То есть нам кажется, например, что у нас с окружением все в порядке, да, или, например, вот сейчас с окружением все в порядке, потом что-то изменилось, и оно начало загнивать. А мы этого не замечаем. Люди-то все те же самые, да, но их качество изменилось, и они начали нам мешать, начали нас ограничивать. Вот это очень часто происходит. На самом деле, вот когда кто-то говорит о свободе воли, да, мне становится смешно, потому что свободы воли не существует как таковой. Мы не можем мыслить самостоятельно вообще, да, то есть мы часть комьюнити всегда. И мы принимаем решения, любые решения, в зависимости от нашей информационной среды. И все, что мы можем делать, да, единственное сознательное решение – это выбирать свое окружение. И дальше уже в зависимости от нашего окружения принимать какие-то наши решения. И каждый человек, каким бы он ни был, да, то есть мы существа стадные. Каждый человек является членом какого-то комьюнити. Да, то есть есть какая-то группа людей, которые объединены общей целью, которые регулярно встречаются, которые регулярно общаются. И это может быть школьный класс, это может быть сценарная мастерская, может быть спортивная секция, да, религиозное объединение, клуб по интересам, хобби какой-нибудь, клуб, рок-группа. Да, можно быть добровольным участником комьюнити, можно оказаться в результате принуждения, да, например, в армии вас призвали, да, вы стали частью комьюнити в результате принуждения. Да, или в советское время загоняли в какие-нибудь идеологические организации, там, комсомол, да, и вот вы стали членом комьюнити, хотя, может быть, и не хотели становиться. Нужно ли говорить о том, насколько сильно комьюнити вообще влияет на человека, да, сколько мы помним таких историй. Вот был хороший парень, все у него было нормально, не курил, не пил, попал в секту, стал зомби, все, мозга нет у человека, да, ну, лечится в психушке, да. Или была умная девочка, красивая, симпатичная, здоровая, попала в компанию наркоманов, стала шлюхой, которая вот на все готова ради очередной дозы. Или наоборот, был наркоман, пришел его брат из армии, взял его за шкварник, отмудохал в этом самом, в подъезде, затащил спортивную секцию, все, теперь спортсмен бросил пить, курить, бросил наркотики, открыл магазин спорттоваров, женился, купил квартиру, все у него в порядке, да, изменилось, что-то изменилось в окружении, изменилось все. Причем, что самое интересное и неочевидное, что комьюнити может быть виртуальным. Даже просто пребывание в том или ином сообществе на форуме или в социальных сетях, оно очень сильно воздействует на человека, примерно так же, как пребывание в реальном сообществе. Я думаю, что вы это заметили, если, например, вы там в течение последнего года находились на фейсбуке и с фейсбука перешли сюда в контакт. Насколько сильно отличается комьюнити? А ведь есть сумасшедшие, которые до сих пор продолжают зачем-то ходить на фейсбук и отравляться там. Поэтому вот от выбора этого сообщества во многом зависит творческое развитие человека. И очень важно не ошибиться с выбором комьюнити и уметь с ним взаимодействовать. Но при этом, понимаете, какая штука? Вот само по себе комьюнити, оно не является самоцелью. Потому что очень часто бывает так, что люди говорят, и у меня тоже в мастерской такое бывает, когда кто-нибудь говорит, а давайте мы создадим там отдельный чат, где будем там тусить, болтать и так далее. Или давайте делать зум-созвоны и трепаться по выходным на всякие неформальные темы. Нет такой задачи, чтобы вы трепались неформально. То есть это разрушает продуктивность. То есть неправильно организованная комьюнити может разрушать продуктивность. То есть вот наша комьюнити, она очень там много лет очень грамотно и системно организовывалась. Для чего? Для одной единственной задачи. Для повышения творческой продуктивности. Для того, чтобы максимальное количество участников написало максимально качественные тексты. На том уровне, на котором они вообще способны написать. И все в моем комьюнити, все направлено на эту задачу. То есть у меня нет цели вас перезнакомить, чтобы вы дружить начали и так далее. Чтобы вы там общались, тусили. Нет, задача одна единственная. Чтобы вы научились писать и чтобы вы написали свой сценарий. Прежде всего у комьюнити должен быть руководитель. Демократия не работает нигде и никогда. В интернете это нехитрая истина. Она очевидна как нигде. От руководителя зависит все. Причем идет ли речь о литературном кружке, о компании или о государстве. То есть размер комьюнити не имеет большого значения. Если нет руководителя, все, все рассыпается. Это должен быть человек авторитетный, дипломатичный и точно знающий, чего он хочет для участников сообщества. Если речь идет о литературном или о киносообществе, здесь не важен послужной список. То есть не важно фильмография, не важно стопка опубликованных книг, говорит человек с вот такой фильмографией и вот такой стопкой опубликованных книг. То есть все это не важно. Потому что мне много раз приходилось видеть, когда менее маститого, но более приспособленного к работе руководителя человека меняли на более маститого. И он просто убивал вообще все, разрушал работу в окружке. Например, так было, когда была такая газета, которая мне очень нравилась, Московские новости. Там главный редактор был Лошак. И в какой-то момент его заменили на Евгения Киселева, телеведущего. И я помню, я в то время работал в журнале Крокодил. И мне, значит, один из редакторов сказал, ну типа Киселев сейчас сделает очень круто. А я так думаю, ну он же телевизионщик, а что он знает о газетной работе? Ну и так и получилось. Была действительно очень хорошая, очень качественная газета, которая просто была уничтожена. Не качественным руководством, не качественной организацией. Сейчас уже мало кто это помнит, но мало ли, может кто-то из вас застал в то время. Гибкость, дипломатичность необходимы для чего? Для того, чтобы разруливать конфликты. Конфликты неизбежно возникают между участниками. Но самое главное, что руководитель должен очень четко понимать, где сейчас находится его группа и куда он хочет ее привести. То есть видеть цель, знать, каковы средства достижения, быть способным эти средства применять. То есть вот я с вами здесь, да, у нас тоже комьюнити, я очень четко понимаю, какой результат я для вас, для всех хочу, да, и для себя, да. И я есть набор средств, и я смотрю, что приносит результат. Да, и я могу двигать туда, сюда, да, допустим, понимаю, что вот сейчас для этой темы созрели. И я как раз перед занятием сегодня с утра, и я одну тему, я ее хотел дать там через три занятия. И я так посмотрел и думаю, что чувствую, что вроде бы сейчас уже все готовы. Давайте-ка я ее сейчас дам вот следующей темой, да. То есть я тоже постоянно делаю какую-то докрутку, исходя из текущей ситуации. Да, а не так, что вот я наметил, и все, я ничего вокруг не замечаю, пру как-то. Да, но и все время, да, я учитываю цель, то, к чему мы должны прийти. Бесцельное руководство, руководство ради руководства, оно всегда безрезультатно. Теперь давайте я вам опишу два сообщества. А вы подумайте, участником какого сообщества вы хотели бы стать. Это литературные сайты. Поскольку я все-таки имею какое-то отношение к литературе, к кинематографу, к драматургии, да, я все-таки на близких себе примерах буду описывать. Итак, литературный сайт. Большинство участников непрофессиональные писатели. Уровень очень разный. Есть люди, которые пишут действительно хорошо, есть такие, которые приходят подучиться, да, есть люди, которые приходят подурачиться, которые устраивают провокации какие-нибудь, да, например, объявляют о своей смерти в автокатастрофе, да, или затевают какие-нибудь кампании по переписыванию школьных учебников. Есть свои критики, которые внимательно текст за текстом читают, дают развернутые рецензии. У них есть репутация, этих оценок побаиваются, да, потому что приговоры бывают убийственные. Но у каждого автора есть второй шанс, да, и если следующий текст будет хорош, рецензия будет положитель. Есть свои звезды, авторы, у которых каждого следующего текста ждут. Время от времени устраиваются конкурсы. Причем конкурсы устраивают сами участники, да, то есть я заработал 100 долларов, готов их вложить в то, чтобы сделать какой-нибудь конкурс. Давайте сделаем конкурс рассказа на такую-то, такую-то тему. Победителю вот эти 100 долларов кладу приз. И люди начинают, то есть идет движуха, назначается, собираются жюри независимое, да, оно называет победителей, и организатор конкурса эти 100 долларов победителю отдает. Всем интересно, все классно получили удовольствие, да, кто-то еще 100 долларов вывел. Атмосфера рабочая доброжелательная. И результат, время от времени некоторым авторам удается взлететь из этого комьюнити в большую литературу. Да, например, опубликовать рассказ, книгу, написать пьесу, которая поставлена в театре, например. Да, и я некоторые имена могу назвать людей, которые взлетели оттуда. Да, например, Лора Белоиван, например, Александр Молчанов, да, например, Ирина Денежкина, да, Андрей Геласимов и многие другие. Теперь, вот первый литературный сайт. Второй литературный сайт. Большинство участников отъявленные графоманы. Качество текстов ниже Плинтуса. Качество дискуссии еще ниже. Или сиропные похвалы с непременным присовокуплением. А теперь почитайте мое и тоже похвалите. Либо площадная брань. Вообще никуда не годится и так далее. В топах совершенно непонятно что. Тексты, вызывающие полное изумление. Звезды есть, но только локального масштаба. И рассматривать их вне контекста сайта смехотворно. Атмосфера нервозная. Любой собеседник с полоборота кидается в кем сайта. Находят к чему придраться и просто уничтожают автора. Если не к чему придраться, придираются к моральной стороне. Смотрите, два оазиса. Оазис и силостная яма. Для того, чтобы добиваться успеха, нужно держаться дальше от силостных ям. Нужно передвигаться от оазиса к оазису. И важно научиться отличать силостную яму от оазиса. Есть три характерных признака. Как они отличаются? Казалось бы, одно и то же происходит. Люди показывают друг другу тексты и оценивают их, давая друг другу совет. Но в оазисе советы даются с целью помочь товарищу. В силостной яме советы даются с целью повысить статус советчика. Понизить статус собеседника. И в итоге особенно яростные тексты пишутся на действительно яркие тексты. И человек даже не понимает, как же так. Я чего-то написал и вроде бы хорошо, чувствую, что хорошо. И получает негативную, сильную негативную обратную связь. И в итоге человек начинает защищать свой текст. И начинается такая цепная реакция негатива. И то же самое происходит с положительными рецензиями. То есть человек видит, что собеседник не опасен и делает такое социальное поглаживание, хвалит его. То есть получается, опять же, бесполезная рецензия. И человек как бы засыпает под эту рецензию, она его убаюкивает. И неизвестно, что вреднее. Получить негативную рецензию на хороший текст или позитивную на плохой. Говорят, сорвалось в тот момент, когда я давал объяснение, что такое ОАЗИС. Я вам описывал два сайта. И в первом случае, первый сайт, это один и тот же сайт. Это описание, на самом деле, одного и того же сайта. И первый, и второй. До ухода и после ухода крутого, очень харизматичного главного редактора. И в первом случае сайт был ОАЗИС, в котором авторы расцветали. А во втором силосной ямой, в которой авторы гнили и превращаясь в силос. Да, и у нас в мастерской запрещено ругать работы коллег. Мы хвалим. Но задача не просто похвалить. Вы какой, какой вы молодец. Написали, аж целая домашку сделали. Потому что и похвалить тоже можно так, что обидишь человека. Да, но задача найти что-то хорошее, что есть в прочитанном тексте. И вот именно на это обратить внимание. Потому что когда ты видишь, замечаешь что-то, что хорошее. И помогаешь автору это в себе развить. Ты и в своем тексте начинаешь видеть хорошее. Нет задачи создать текст без недостатков. Задача создать текст, в котором будут достоинства. Еще один признак силосной ямы – это злословие по поводу успешных проектов в области. Условно говоря, читали новую книгу, которая вышла миллионным тиражом на нашу тему. Ужасная книга. Или меня поразила, значит, какой-то чувак, значит, пишет, смотрел такой-то сериал. И там вначале появляется там какой-то военный, и у него вот такие лычки. А в том году таких лычек не было. Господи боже мой. Откуда ты-то знаешь? Может быть, как раз такие-то лычки-то там и были. И вообще, важно ли это? Да, то есть есть какой-то недостаток. Надо его вытащить наружу, и все. А все достоинства замазать. Вообще, злословие по поводу коллег – это всегда признак человека, от которого надо держаться подальше. То есть, если я вижу человека, который не способен восхищаться работой коллег, я с ним никогда не имею дела. Был такой советский карикатурист Борис Ефимович. Борис Ефимович Ефимов. И он прожил с топом 9 лет. Я когда с ним познакомился, ему было уже 106 лет. И он всегда хвалил. То есть, я работал тогда в журнале «Крокодилы». Я привез ему журналы, и он посмотрел карикатуры. Думаю, сейчас раскритикует, разнесет. А он хвалил. Говорит, очень классные, очень хорошие, красивые карикатуры. Все ему очень нравилось. Лычки. Нет, лычки – это не важно. Нет, это называется заклепки. Это называется заклепочники. Вот у этого танка… Вот смотрите. Если для художественного решения должны быть неправильные лычки, то лычки должны быть неправильны. Потому что в «Звездных войнах» звук в вакууме почему-то распространяется. А лазерные мечи почему-то работают с нарушением законов физики. Тем не менее, если бы там соблюдались законы физики, фильм был бы хуже значительно. Потому что важно не вот эти мелочи, соответствие реальности, а важно впечатление, которое создается. Так что кино – это неправда 24 кадра в секунду. Так что не надо. Вот этой ерунды не надо. Ну вот, да, еще один верный признак, который «Оазис» отличает от силосной ямы – это наличие подтвержденных историй успеха. То есть если это литературная комьюнити, то, например, наличие опубликованных книг у авторов. Поэтому мы, наша сценарная мастерская, да, я в конце года всегда подвожу итоги, что у нас за этот год. У кого там, вот у Ольги Клемешевой вышел фильм перед Новым годом, у Юлии Идлис вышел роман, у Паши Манылова вышел роман «Папа» замечательный. То есть у нас все время, у нас очень часто бывает так, курс еще не закончен, а издательства уже принимают, там, курс по роману, например, да, издательства уже приняли публикации, там, два-три наших романа. Поэтому если есть история успеха, скорее всего, вы имеете дело с «Оазисом». Если нет, то, скорее всего, это силосная яма, от нее надо держаться подальше. В такой статус повышают не за счет результатов, а за счет опускания всех остальных участников. Теперь, казалось бы, если силосные ямы так вредны, если есть способ определять силосные ямы, может быть, их просто закрывать? Я считаю, что ни в коем случае. Силосные ямы очень полезны. Они очищают поле, они собирают с этого поля всех слабых участников. И пусть себе они сидят в силосных ямах своих, не мешая нам цвести в наших оазисах. Итак, важная мысль. Для того, чтобы добиваться успеха, нужно держаться подальше от силосных ям и передвигаться от оазиса к оазису. И теперь, друзья мои, спросите себя. И я хочу, чтобы вы подумали, если готовы ответить, ответьте сейчас. Если нет, подумайте неделю. Является ли оазисом или силосной ямой в вашей комьюнити, в котором вы состоите прямо сейчас? Если это силосная яма, бегите оттуда, теряя тапки. Еще один важный момент, что очень часто существующие оазисы превращаются в силосные ямы. Ну и наоборот. И, к сожалению, очень часто люди не замечают. Да, вот как же у нас тут классно было, как мы тут работали в этом прекрасном издании. Потом что-то изменилось, но мы продолжаем работать, да, потому что нам тут когда-то было хорошо. Насколько понятно то, что я вам рассказал? Если понятно, напишите понятно. Если есть какие-то вопросы, задайте, готов на них ответить. Жалко, что сбой произошел, потому что материала и так действительно много надо сегодня изложить. И не хотела. Какое-то количество людей мы потеряли, видимо, какое-то количество. Я смотрю, вначале было больше участников в эфире, видимо, какое-то количество слушает там. Дайте-ка я, пока вы пишете в ту трансляцию, напишу продолжение. Так, не туда написал. Интитацию написал. Так, все же, да, там какое-то количество людей там еще сидит. Да, в этот раз я завис. Окей, хорошо. Теперь идем дальше. Иногда, вот важная штука, иногда возникают такие, понимаете, мы как рыбы в воде, да, мы не замечаем, что вокруг нас вода. Мы свое окружение очень часто не видим и не понимаем. И возникают перекосы в общении, тоже для нас неочевидные. Например, в послевоенное время, в сороковые-пятидесятые годы, по ряду причин лучшие люди страны находились в Воркуте. У меня жена, семья моей жены, ее дед был клоуном. У него был номер с карандашом. Вот, и он во время войны он попал в плен и по возвращению отправился в Воркуту. Вот, и три поколения семьи жили в Воркуте. И вот лучшие люди страны жили там, в Воркуте. И там было очень высокое качество общения. Например, я был, была замечательная выставка про Воркутинский театр. То есть, там люди были из большого театра, из разных театров. То есть, они по памяти восстанавливали партитуры, опереты и тексты. И ставили какие-то там, летучую мышь они, по-моему, ставили. По памяти восстанавливая ноты, партитуру. И там был, жил, например, Каплер. Великий сценарист, замечательный. Оттуда из Воркуты мой мастер Бородянский. Оттуда Меньшов, режиссер. Работал на шахте Меньшов. Оттуда Валерий Леонтьев. Он, правда, не из Воркуты, а из Сыктывкара. То есть, огромное количество людей, крутых, вышло из места, в котором, в общем-то, казалось бы, никакого качественного общения быть не может. Если посмотреть на какие-нибудь 80-е годы, конечно, лучшее качество, лучшее общество русских было в Нью-Йорке. С очень высокой степенью уверенности мы можем об этом говорить. Потому что самые интересные ребята, от Бродского до Довлатова, они тусили там. Сейчас ситуация изменилась. И вот интересная вещь происходит, что среди эмигрантов, я вообще не знаю, имею ли я право об этом говорить, не являясь эмигрантом, но просто я проходил такой опыт лайт-эмиграции. Я несколько месяцев жил в Европе, в Германии. И какой-то такой опыт у меня, я присматривался к этому, смотрел, уехать, не уехать, был такой вариант. И вот среди эмигрантов есть такая штука, что физически тушка находится где-нибудь, условно, в Вермонте или в Европе, в деревне какой-нибудь, а голова не вылезает из новостей с Родины. То есть, день начинается с просмотра новостей с Родины. И заканчивается обсуждением того, как ужасно все на Родине. Причем Родиной может быть не обязательно Россия. Это может быть Израиль, например. Сидят люди и читают новости из Израиля. Смотря что считают своей Родиной. И вот сейчас будет сложная мысль, с которой я попрошу вас обращаться очень осторожно. Потому что если вы эмигрант, я понимаю, что такое заявление, вот то, что я сейчас скажу, оно может атаковать некоторые фундаментальные для вас убеждения. Постсоветские люди, они по определению считают, есть такое убеждение, которое в них упорно много лет закладывали, что любая за границей это уже выиграл. То есть уехал куда угодно. Не знаю, в Польшу уехал, в Прибалтику уехал, еще куда-нибудь, в Грецию, прости господи, в Испанию. Все, это уже во Францию. И неважно, что ты живешь где-нибудь в деревне, в какой-то 100 человек живет. Все, ты уже в Евросоюзе. И человек, который живет в европейской деревне, он визуально кажется более успешным, чем человек, который живет, например, в Москве, или в Новосибирске, или в Киеве, или в Минске. На самом деле, нужно понимать, что качество общения, которое вы можете получить в Москве, в Новосибирске, или в Киеве, будет гораздо выше, нежели если вы будете жить в маленьком городке, в Швейцарии, или в Германии, или в Америке, или еще вообще где угодно. Что вы считаете землей обетования? И я понимаю, что сейчас наши эмигранты могут мне сказать, молчанов, живи в своем мордоре, целуйся со своим Путиным, и так далее, и так далее. То есть, все немножко не так обстоят дела. Важно, чтобы ход вашей мысли, он сейчас не двинулся в сторону политики, а остался в русле понимания реальной ситуации. А реальная ситуация такова, что величина города имеет решающее значение, а не то, где этот город находится. И у меня эта мысль, в свое время, это не моя мысль, я натолкнулся на нее, я не помню точно у кого, то ли у Лимонова, то ли у Медведевой, Натальи, в какой-то из книг. Могу ошибиться, просто я их там более или менее одновременно тексты читал. С Лимоновым я не был знаком, с Медведевой я был знаком. И вот кто-то из них сказал, что я готов жить в любом городе, в котором больше четырех миллионов жителей. И это очень точная мысль. Почему? Потому что это не тот большой город, это не значит, не только что там есть метро, там есть супермаркет или еще что-то. Сейчас у меня в Сямжи на родине, где 4 тысячи жителей, отнюдь не 4 миллиона, там точно такой же супермаркет, точно такой же вкусвилл, который здесь у меня в Москве. То есть те же самые продукты, то есть все то же самое, вот качество одежды, продуктов, социальных услуг, медицина, там МРТ-аппарат стоит, то есть там все, там отличная медицина на точно таком же уровне, как здесь в Москве. То есть все есть. Образование, есть класс для особых детей, для инвалидов, то есть все есть. Все есть. Но в большом городе, что есть в большом городе, чего нет в маленькой. Крупные выставки, театр. Понятно, что Брейгеля в Сямжу не привезут никогда. Понятно, что театр-мастерская Петра Фоменко в Сямжу с гастролями не приедет никогда. Да, оперу я захочу послушать. Да, я в Сямжу оперу не послушаю, но я ее не послушаю и в маленьком европейском городе. Да, и Брейгеля в маленький европейский город тоже не привезу. Концерты. Концерт Металлики или Deep Purple. Понятно, что сейчас тоже это все на паузе, но я уверен, что это все вернется. Оперу Бриттена, выставку Пикассо, Сальвадора Дали. Это все может быть только в большом городе. В маленьком городе этого нет. И все это, все перечисленное, оно привлекает сильных, умных людей, с которыми вы можете непосредственно общаться. И это создает качество общения. Я замечу в скобках, знаете, может быть такое, что человек перетаскивает за собой что-то. Может быть такое, что возникает какой-то центр силы новый, неочевидный. Например, я очень люблю Джо Рогана, подкастера. И он в какой-то момент, где-то года два назад, он переехал из Калифорнии, из Лос-Анджелеса, он переехал в Остин, в Техас. И он делал подкаст с одним приятелем своим и говорил ему, слушай, переезжай со мной в Остин, я тебе куплю дом. А он как раз получил 100 миллионов долларов от Спотифая за подкаст. И такой, типа, будем вместе делать подкаст. И тот говорит, Джо, я не хочу быть локал, я не хочу быть местным. Когда я живу в Калифорнии, я все-американец. Когда я живу в Остине, я местный. И все люди писали ему, что снизится качество общения. Но Джо настолько сильный чувак, что к нему едут специально, чтобы принять участие в его подкасте. Он себе и в Остине устроил в Калифорнии. Но для этого нужны, конечно, очень-очень большие усилия. В скобках я замечу, что можно скрыться в деревне на старости лет, когда уже все жизненные процессы отлажены, и вы от своей жизни не ждете никаких неожиданностей. В молодости я считаю, что нужно обязательно стараться пожить в мировых столицах. Причем желательно в разных странах. Желательно пережить опыт эмиграции. Это очень расширяет представление о мире. Например, Хемингуэй не был бы Хемингуэем, если бы он не провел молодость в Париже. Почему? Потому что Америка в его молодости, в культурном смысле, была очень-очень провинциальна. И он жил в Европе, читал книги в магазине Шекспир и компания, в котором я, кстати, тоже бывал. Действительно классный магазин очень. И общался с европейскими коллегами. И все самые интересные американцы в то время жили в Париже. Например, Азропау. И потом уже вернулся домой и написал великий американский роман. Даже Фолкнер, который вообще считается деревенским автором, который типа всю жизнь прожил в городе Оксфорд. Он на самом деле большую часть молодости прожил в Новом Орлеане, который тоже огромный культурный центр. Дальше. Что с этим делать? То есть, опять же, конечно, окружение на нас влияет. Если мы живем в деревне, качество этого окружения не очень высокое. Хоть вы что с этим делаете, оно будет не очень высоким. Но можно себе это качественное общение сегодня обеспечивать сознательно и целенаправленно. Например, когда я жил в Сямжи последние несколько лет, когда уже понимал, что это не те люди, с которыми я хочу общаться, я просто с ними не общался. Ни с одноклассниками, ни с соседями, ни с кем. Я общался с Пушкиным, Ипсеном, Шекспиром и так далее, и так далее. Сейчас это делать еще проще. Можно организовать себе онлайн-общение. То есть, жить можно вообще где угодно. Но общаться с кем вы хотите, с теми и общаетесь. Но это надо делать целенаправленно. То есть, надо прям понять. Окей, люди, которые меня окружают физически, они меня не устраивают. Я должен обеспечить себе, создать себе общение того уровня, которое меня устраивает. Потому что окружение – это те, с кем вы действительно общаетесь, а не те, кто физически вас окружает. Что делать, если вообще нет возможности сменить окружение? Его можно себе придумать. У меня в свое время у нас был такой небольшой комьюнити, «Титаниум Коучинг». Он состоял из трех человек. И мы втроем раз в три месяца мы уезжали куда-нибудь в какую-нибудь… в Нойшвенштайн, в Италию куда-нибудь. Снимали жилье, поселялись втроем. И несколько дней штурмились, придумывали какие-то идеи, связанные с саморазвитием, с нашим бизнесом и так далее. И это очень сильно нас тянуло наверх. И моя жена как-то мне сказала, что ты на самом деле не с ними общался, не с этими людьми, не с этими двумя коллегами своими, а ты общался со своим о них представлением. А раз так, то тебе, по большому счету, они не нужны. Ты можешь придумать себе виртуальных персонажей и с ними общаться. И есть такая техника, «Ужин с менторами», когда ты либо разово, либо постоянно общаешься с какими-то воображаемыми персонажами, которых уважаешь, условно говоря, с Джобсом или со Львом Толстым, и задаешь ему мысленно вопросы, и представляешь, что он тебе мог бы ответить. Такие беседы, они тоже очень продуктивны. Хотя, конечно, с этим надо быть осторожным, потому что, если, например, не очень устойчивая психика, то можно такую тульпу себе создать и можно крышей поехать. Насколько это понятно мыслей? Или если есть вопросы, то задайте ваши вопросы. Титаниум коучинг. Да. Вот была у нас такая штука. Мы два года, два года мы каждые три месяца общались. Брали какую-нибудь новую страну. В Грузию, например, ехали. В Италии классная очень поездка была. В Германии. Так, то есть, отличие не в образе жизни, а в уровне культуры, доступности живой культуры. Да, совершенно точно. Да. Вот очень часто, понимаете, люди очень часто попадают в такую ловушку. Да, то есть, привязываются к какому-то месту жительства. Привязались, и раз я здесь живу, значит, я должен здесь укорениться. А вовсе это же вовсе не обязательно. То есть, мне не нравятся эти люди, но я должен с ними общаться. Поэтому... Тут вот с этим надо быть осторожным. Да, то есть, есть еще, конечно, есть еще политические аспекты, которые тоже надо учитывать, да, естественно. Вот, Ксения пишет. Я в шоке от нашей диаспоры в Германии. Тут живу, жесть жила в других странах, такого не было. Но у меня, видите, немножко по-другому было. Я в театр... У нас было театральное комьюнити, причем международное. То есть, я с нашей диаспорой в Германии вообще никак не общался. Я общался с драматургами. Причем тоже из других стран. А, вот Елена пишет. Я делала док-фильмы театре в Воркуте, театр за колючей проволокой. Я его, может быть, даже видел. А вы к выставке в Бахрушинском музее не имеете никакого отношения. По-моему, его там показывали, мне кажется. Там крутая очень выставка была. Фильм мы совершенно точно смотрели. Да, Красноярск тоже в Воркута в этом смысле. У нас таких мест много. А, Сильву, вот Елена подсказывает. Сильву. Так, хорошо. Теперь идем дальше. Ревизия отношений. Что можно сделать? То есть, если вы видите, что вас окружение, ваше окружение для вас важнее, чем ваша цель. Что можно сделать? Ну, отказаться от своих целей. Снизить ожидания и пытаться быть счастливым с тем, что есть у вас. Причем, что самое интересное, что общество в этом смысле очень сильно давит на человека. Если вы посмотрите на ситкомы, на сериалы, они все направлены на то, чтобы снизить ожидания людей и заставить их научиться быть счастливыми. То есть, да, вам уже многое поздно, вам уже многим не стать, да, но зато, зато вы вот сидите, каждую пятницу вы сидите со своими друзьями в пивнушке, да, как я встретил вашу маму, да, и рассказываете друг другу анекдоты. И вы счастливы и довольны. Да, или как в Кугортаун, да, мы уже ничего не добьемся в жизни, но зато мы каждый вечер, зато какое у нас прекрасное общество. Да, вот мы сидим тут, винишко бухаем каждый, они там вино пьют все время. Вот, то есть, ну, если вы действительно хотите чего-то добиться, да, то этому давлению надо сопротивляться. Что можно сделать? Можно сменить окружение на другое. Это самое простое. В некоторых ситуациях это вообще единственное, что вы можете сделать. Что еще можно сделать? Можно изменить окружение, можно повести его за собой. Да, то есть, вот что мы с вами делаем? Да, то есть, мне нужно окружение для того, чтобы мои какие-то цели, моих целей добиться. Для этого я создаю комьюнити и веду его за собой. Если у вас достаточной энергии, да, то какая-то часть вашего окружения от вас просто отвалится. Да, то есть, люди, с которыми я общался, там, не знаю, 10 лет назад, они просто не понимают, что я делаю. Да, то есть, я настолько быстро для них двигаюсь, да, что они меня перестали видеть, отстали где-то там далеко. Но, с другой стороны, я привлекаю к себе нужных мне людей. И они притягиваются просто постоянно. Постоянно новые люди притягиваются. Итак, какие могут быть стратегии? Первое. Выжить все из своего окружения. И это тоже надо использовать. Да, то есть, когда я жил в Сямжи, и если я узнавал, что где-то есть человек, у которого есть записи двух альбомов Pink Floyd, даже я не знакомый с этим человеком, я шел к нему, знакомился, говорил, мне нужны эти записи, дай переписать. Да, то есть, я из окружения выжимал вообще все, что можно. Если я видел, что хоть что-то в человеке есть интересное, я старался из него это вытащить. Дальше. Найти другое окружение. Выйти из окружения. Создать свое окружение. Создать свой Titanium Coaching. И, наконец, создать окружение из виртуальных персонажей. То есть, если нет возможности физически себя окружить нужными персонажами, можно их создать виртуально. То есть, через книги, через сериалы, через тренинги, через блогеров, на которых вы подписаны. То есть, тоже, это ваш выбор, кого читать. Можете меня читать, да, а можете читать кого-нибудь там, кто вам будет голые фотки свои постить. Тоже вполне себе стратегия. Это, наверное, конечно, более привлекательно, но, тем не менее, пользы от этого, наверное, меньше. Вот то, что я вам хотел сегодня рассказать. И, если мысль понятна, да, домашнее задание – провести ревизию своих отношений, провести ревизию своего окружения и понять, что вы можете, где вы можете выжить больше из своего окружения, где вам лучше кого-то убрать из своего окружения, где вы кого-то можете привлечь в свое окружение, новых людей, и где вы можете создать виртуальное общение для того, чтобы человек в вашем окружении появился. Да, то есть у нас все очень просто. То есть если вы, например, занимаетесь сценарным мастерством, вы приходите к нам в мастерскую, да, и все. И вот вам проблема вашего окружения решена. Особенно, когда в мире все рушится, да, я, честно говоря, вообще не понимаю, как живут люди, которые не учатся в нашей мастерской. Ты как бы закрыт, да, ты защищен от всех негативных воздействий. Поэтому вот ради этого я... И это одна из тех задач, которые я ставил, создавая мастерскую. Да, потому что мир настолько стал разрушительным, да, что приходится куда-то прятаться, да, в какую-то крепость. Конечно же, надо следить за тем, чтобы наш оазис, наша крепость не превратилась в силосную яму. Для этого тоже я предпринимаю целенаправленные усилия. Да, вот Елена пишет, с выставкой работали. Очень крутая выставка. Так. Я бы назвал это обеспечить разнообразие, которое есть в больших городах. Само разнообразие дает выбор. Вот смотрите, я бы здесь так сказал, что я считаю, что для человека, человеку обязательно надо в молодости пожить в большом городе. Для того, чтобы, опять же, понимать, как все работает. и я, по сути, я сопротивлялся долгое время этой мысли. То есть я в Москву приехал, мне было 27 лет, уже взрослый дядька. И я 10 лет жил в Москве, с 17 до 27 лет. И я все время думал, может быть, все-таки я, может быть, можно в Володе жить и работать. И в какой-то момент понял, нет, все-таки нельзя. Сейчас, если бы я, например, вернулся в Володу или бы даже в Сямжу, я думаю, что мне было бы проще. Потому что точно так же я ввел бы мастерскую, точно так же общался бы с вами, точно так же делал бы интервью с какими-то людьми онлайн. Но если бы я все это время жил там, я бы не знал, что существуют такие возможности, что можно такие вещи делать. Вот поэтому... Поэтому вот так. Хорошо, друзья мои. На этом мы сегодня... С этими мыслями об окружении я вас оставляю. И увидимся в следующий понедельник. Домашние задания пишем... Ну, домашние задания на неделю. Ревизия вашего окружения. И всю неделю, каждый день пишем традиционно... Традиционно пишем подтверждение. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok